В целях диверсификации экономики и поддержки малого бизнеса Сбербанк намерен участвовать в инвестиционных проектах на территории округа. Во имя сохранения и развития работа над концепцией коренных малочисленных народов Севера подходит к своему логическому завершению. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Импортозамещение товаров и продукции, а также пути возврата российской экономики к росту. Инвесторы из 25 государств, включая страны Европы и Северной Америки, а также представители почти всех регионов России, собрались на Международный инвестиционный форум в Сочи. В числе участников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Международный инвестиционный форум в Сочи – площадка для диалога бизнеса и власти, необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России. В рамках деловой программы главного инвестиционного мероприятия страны в форме открытой дискуссии представителей государства, предпринимательских сообществ и экспертов поднимаются самые острые вопросы развития экономики. На форуме в рамках пленарного заседания на тему «Вернуться к росту. Стратегии для России» выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предположил, что цены на нефть, вероятно, останутся низкими достаточно долго. Это значит, что нужно быстрее найти другие точки роста. У нас впервые за последние несколько лет нефтегазовые доходы бюджета заняли менее половины всех доходов. Конечно, определенную роль сыграли низкие цены на сырье и гибкая курсовая политика. Мы не должны пассивно пережидать такой нефтяной ледниковый период, нефтяную паузу. И даже когда цены на нефть восстановятся, а в этом никаких сомнений нет в силу циклических причин, они не должны быть основным источником пополнения бюджета, поставил задачу Дмитрий Медведев. Также премьер-министр принял участие в работе кругового стола «Инвестиционный климат на местах. Секреты успеха» и провел встречу с представителями российских деловых кругов. В работе форума принимают участие отраслевые министры России, руководители крупнейших российских компаний, представители зарубежных государств, главы регионов. Губернатор Неницкого округа Игорь Кошин в рамках форума подписал соглашение о сотрудничестве с Германом Грефом. Основная задача документа – содействовать диверсификации экономики Неницкого округа, увеличению окружного ВВП и поддержке малого бизнеса. Сбербанк намерен участвовать в инвестиционных проектах на территории округа, включая развитие агропромышленного комплекса, рыбной промышленности, энергетики, систем связи и телекоммуникаций, туризма, транспорта и жилищного строительства. Несмотря на то, что НАО – регион-донор с большими запасами углеводородов, у нас есть четкое понимание, куда двигаться, чтобы развивать альтернативную экономику округа. Это сельское хозяйство, рыболовство, оленеводство, туризм. Настало время новых возможностей, и соглашение со Сбербанком будет способствовать их реализации, отметил Игорь Кошин. Церемония подписания прошла с использованием современных технологий. Вместо бумажной версии соглашение стороны использовали электронную и с помощью планшетных компьютеров поставили цифровые подписи. Не обошли на форуме и тему бюджета страны на 2016 год. По мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, в настоящий момент бюджетная политика не может быть иной, кроме как более жесткой. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти России могут в ближайшее время принять решение о дополнительном сокращении чиновников. Правительству предстоит заняться совершенствованием работы государственного аппарата. Во-первых, он должен быть компактным. Во-вторых, по словам Медведева, он должен быть эффективным. В-третьих, отметил премьер-министр, он должен быть прозрачным. И в этом особая роль общественного контроля. Также глава правительства сообщил о том, что в бюджете 2016 защищенными статьями остаются международные обязательства, оборона, поддержка сельского хозяйства и социобязательства. В связи с неопределенностью на финансовых и сырьевых рынках, губернатор округа Игорь Кошин предложил депутатам перейти на однолетнее бюджетное планирование. Глава региона внес в собрание депутатов законопроект об особенностях составления и утверждения проекта окружного бюджета на 2016 год. В нем также, как и в бюджете федеральном, будут сохранены основные направления финансирования с учетом особенностей нашего региона. В частности, в нем сохранятся строчки по финансовому обеспечению коренных малочисленных народов Севера. А часть развития КМНС будет идти в соответствии с концепцией, которую сегодня одобрили на общественных слушаниях. Концепция развития коренных малочисленных народов Севера – документ долгосрочный. За 10 лет в его рамках планируется реализовать мероприятия по улучшению систем жизнеобеспечения и социально-бытовых условий оленеводов, повысить экономическую эффективность деятельности общин, сохранить исконную среду обитания, традиционный образ жизни, обеспечить доступное здравоохранение, сохранить и популяризировать духовное и культурное наследие ненцев, а также повысить уровень образования. Как будет реализовываться проект и какие механизмы при этом будут использованы – эти темы стали ключевыми на заседании Общественной палаты Ненецкого автономного округа. У представителей коренных малочисленных народов к разработчикам много вопросов. Хотелось бы узнать подготовку национальных кадров в ПИД-колледже, наконец у нас будет каким-то образом решена или нет. Хотели бы на последней конференции по ненецкому языку поднимать проблему, чтобы обратиться в Министерство по образованию Москву, сделать официальное обращение от Ненецкого округа, от депутатов Ненецкого округа, чтобы изменили концепцию подхода к подготовке национальных кадров. Потому что, насколько я поняла, на уровне Москвы сейчас в ПИД-колледже нашем поддерживаем только те программы, которые утверждены на уровне государственной. Нужно каким-то образом эту проблему решить, потому что мы окончательно решимся подготовки национальных кадров. Сейчас почти все учреждения Ненецкого языка – пенсионеры. Вот они уйдут и с кем мы останемся? Чтобы не остаться без родного языка, по словам Ирины Ханзеровой, нужно разработать конкретный механизм действия, на что окружные власти пообещали, голос народа будет услышан. Мы проводим максимальное количество различных форм общественного обсуждения, для того, чтобы услышать максимальное количество предложений, замечаний. Но те замечания, которые мы упустили, так скажем, и они обоснованы, естественно, мы постараемся их учесть. После этого документ будет готов для утверждения администрации Ненецкого округа. Ранее он был одобрен общественным советом при Департаменте региональной политики, Ассоциации Ненецкого народа ИСАВ и другими общественными организациями. Сегодня, по крайней мере, на заседание общественной палаты было высказано предложение о принятии данной концепции в форме закона. Естественно, пойдет на согласование с органами власти окончательное, ну и, соответственно, будет, вероятно всего, выноситься на рассмотрение заседания администрации Ненецкого округа. Доработанная концепция позволит создать в Ненецком округе хорошие условия для устойчивого социально-экономического потенциала. Она включает три основных направления – совершенствование нормативно-правовой базы, определяющие единую госполитику, направленную на обеспечение устойчивого развития КМНС, создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционного проживания. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Наринмар станет еще более безопасным. На улицах города появятся еще 20 камер видеонаблюдения и терминалов экстренной связи гражданин полиции. В целях экономии бюджетных средств и сокращения чиновничьего аппарата в округе приступило к работе новое казенное учреждение. Многофункциональные центры до конца года появятся во всех муниципалитетах округа. Это увеличит доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна до 100%. Об этом главе региона Игорю Кошину сообщил руководитель аппарата администрации Нинецкого округа Михаил Васильев. Он отчитался об итогах работы ведомства за 8 месяцев текущего года. За 8 месяцев 2015 года в многофункциональные центры округа обратились более 15 тысяч человек. Цифра в два раза превышает показатель прошлого года. Этого удалось достичь благодаря обширной сети. МФЦ сегодня работают в 14 муниципалитетах. В сентябре открылись подразделения в Бугрино и Коткино. До конца года откроются еще 4 окна – Виндиге, Шойне, Каратайке и Устькаре. Во всех точках можно получить 180 услуг по принципу одного окна – 51 федеральную, 105 региональных и 24 муниципальных. Для обеспечения широкого спектра услуг казенное учреждение заключило 24 соглашения с федеральными, региональными и местными органами власти. Бывают ряд проблем, которые еще на бюджете будем обсуждать. Предлагается в населенных пунктах сделать замену людей, которые уходят в отпуск, теми, кто работает в городе. Возможно, это потребует либо единицы, либо тогда на период отпуска получается проблема, провал предоставления госуслуг по деревням. Но это вот еще идет стадия обсуждения. Полноценная работа многофункциональных центров невозможна без качественного интернета. Игорь Кошин подчеркнул, что обеспечение высокоскоростным интернетом сел – результат подписанных на Петербургском форуме соглашений с Ростелекомом и Минкомсвязи. Согласно документу, высокоскоростной интернет проведут в Оксино, Лабожское, Тельвиску и Коткино. В Бугряной и Шойне для этого используют спутниковую связь. Сегодня продолжается установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На улицах города появятся еще 20 камер видеонаблюдения и терминалов экстренной связи гражданин полиция. Данные с приборов поступают в центр мониторинга, оборудованный в здании регионального управления МВД. Новейший комплекс позволит обеспечить эффективную работу городского транспорта, социальной инфраструктуры, обеспечить безопасность на дорогах и устойчивую работу всей системы жизнеобеспечения населения. «Фактически сейчас идет приемка работы. То есть еще где-то месяц, по идее, в октябре мы должны закончить. То есть сейчас вот идет окончательная работа, видите, весь город практически перекопан. То есть до холодов, когда закончатся земляные работы, будем сдавать». Общение с населением должно быть не только виртуальное, но и личное. В ходе встречи глава региона поручил Михаилу Васильеву уделять повышенное внимание работе с населением. На различных приемах и встречах отвечает на интересующие вопросы жителей округа. «Чтобы гражданин, который был на приеме, не важно, заместителя, у меня, у любого руководителя, получал полноценный ответ на поставленный этот вопрос и все, что положено, чтобы гражданин, ну, возможность реализовать свои права. Мои заместители должны давать абсолютно исчерпывающий, полный ответ. Если не получается этот установленный срок, тогда надо просто попросить гражданину продлить этот срок, ну, с тем, чтобы была возможность дать им на полноценное ответ. По итогам доклада глава региона дал высокую оценку работе аппарата администрации Нинецкого округа и пожелал дальнейшей плодотворной работы. Кроме того, на встречу с главой округа Михаил Васильев доложил о создании единой кадровой службы в регионе. Процесс ее создания завершится в конце ноября. Появление этой службы позволит избавить все департаменты от содержания собственных кадровых подразделений, следовательно, сэкономить средства окружного бюджета. В целях экономии бюджетных средств и сокращения чиновничьего аппарата в округе приступило к работе новое казенное учреждение «Аппарат по обеспечению деятельности у полномоченных и общественной палаты НАО». Соответствующий окружной закон был принят собранием депутатов минувшим летом. Новая организация начала работать 1 октября. Функции у казенного учреждения остались прежними, а вот число сотрудников сократилось, и из ранга государственных служащих они перешли в бюджетную сферу. Это позволит сократить издержки из казны региона и уменьшить число чиновничьего аппарата. Раньше было структурное подразделение аппарата собрания депутатов, управление по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка. Сейчас мы, соответственно, являемся казенным учреждением, но мы уже обеспечиваем деятельность трёх уполномоченных. Обеспечение работы третьего омбудсмена – новое в работе учреждения. Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей не имел сотрудников. обеспечивающих его деятельность. Ну, прежде всего, ОКУ создаётся для обеспечения организационного, материально-технического снабжения, обеспечения связью, электроэнергией, канцеляркой и так далее. Все вот эти вещи будет решать аппарат этого учреждения, в том числе проводить закупки на необходимые вещи. Также в обязанности новой организации вошло и обеспечение деятельности общественной палаты. По словам директора Марии Угловой, именно работа с палатой может стать на первых порах одной из самых сложных, так как ранее им не приходилось сотрудничать. Новое учреждение подведомственно департаменту региональной политики Ненецкого округа. Алена Валей, Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Окружных ребят ждёт в гости увлекательная интерактивная выставка. Остров открытия ответит на множество вопросов и превратит любого ребёнка в любопытного исследователя. Спасательные ворота открыли для посторонних глаз. Сотрудники МЧС решили отметить День гражданской обороны необычным способом. Они пригласили всех желающих в гости, чтобы продемонстрировать всю мощь имеющейся на вооружении техники. Увидеть современную противопожарную технику на расстоянии руки смог каждый желающий. Не запрещалось изучить и внутреннее строение машины. Пожарные покажут, расскажут, что как работает, даже может разрешат сирену включить. Могут прийти все желающие, ожидаются группы школьников и группы из детского сада. Добавлю, День гражданской обороны в стране отметят 4 октября. Ну а после у спасателей запланированы всероссийские штабные учения. Они будут проходить несколько дней. По замыслу огнеборцам предстоит ликвидировать крупномасштабные чрезвычайные ситуации и пожары. Как пахнет корица, на каком материке живёт кенгуру и какой рост у самого маленького человека? Краеведческий музей подготовил настоящий подарок любознательным ребятам округа. Ответы на все интересующие вопросы они найдут на интерактивной выставке из Москвы «Остров открытий». Обаятельный и непомерно умный барон Мюнггаузен в своём репертуаре. Он знает все секреты мироздания и делится ими с любознательными детьми. Рассказывает о самом высоком человеке в мире, какова на ощупь шерсть медведей, что находится внутри тела человека. Вот это, как вы думаете, что такое? Это лёгкие. Лёгкие для чего нужны? Чтобы дышать. Чтобы дышать, правильно. Условия для новых открытий самые подходящие. Всё можно потрогать, пощупать и даже понюхать. Не в каждом музее дозволено быть с экспонатом на «ты». Выставка «Остров открытий» снимает стереотипы с музея как скучного и консервативного заведения. В настоящее время музейное дело в стране и в мире переживает новый этап. Появляются новые интерактивные какие-то задания. А здесь целая выставка, которая была создана коллективом биологического музея имени Кимирязева. Выставка состоит из нескольких стендов определённой тематики. Ребёнку достаточно подойти и ознакомиться с заданием. Для того, чтобы найти ответы на все вопросы, потребуется изучать карту мира и размещать на ней специальные значки. Измерять свой рост, смотреть через линзы, имитирующие глаза бабочки. Составлять меню для разных животных, раскладывать предметы по корзинкам, работать по чтальонам. Складывать кубики так, чтобы получилось изображение скелета и многое другое. Я не знала, что раньше был такой большой человек и что ещё был маленький, очень маленький. Узнала, какие были лапки у птиц и какие динозавры, что едят. Больше всего мне запомнилось, вот где мы пальмы, руки пихали, отгадывали. Ты отгадала? Да. Что у тебя было? Шишка. Каждый, кто оказался на острове Открытий, становится исследователем и действительно может совершить немало открытий для себя. Уровень сложности заданий рассчитан на детей от 6 до 12 лет. Выставка будет работать до 1 ноября. Ирина Цепитова, Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север». Это были новости «Север» от наших корреспондентов. Также ждём и ваших новостей. Им звоните, пишите, присылайте нам свои фото или видео. Телефон службы информации 490-03, адрес сайта 3wtrksever.ru Найти нас можно и в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере и Фейсбуке. Смотрите, читайте, комментируйте. Давайте вместе делать новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова